Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Что это? Несколько экспонатов из моей коллекции. Я сохранила их здесь, когда улетала с планеты. Рассмотри, если нравится. Интересно, что ты скажешь. Так быстро? У меня есть много более важных дел. Как и у меня. Нам нужно спасти очень многое. Ты здесь. Тебе лучше? Как вы нашли нас в котле? И что ты сделала перед тем, как я отрубилась? Сразу к делу, да? Что ж, скажем, мы очень пристально следили за Гефестом. Мы знали, что вы за ним придете. Ваша хитрость не сработала. Ну а мой... Маленький трюк... Это была... Перегрузка органов чувств. И мощный энергетический выброс. Джерард и Эрик быстро пришли в себя. Их защитили барьеры, а ты... Потеряла сознание, и я тебя вытащила. Может, легкий завтрак поставит тебя на ноги? Это был твой дом. Ты воссоздала его для Беты. В вашем виртуальном мире. А ты проницательна. Прошу сюда. После всего, что сделали твои друзья, думаешь, я буду сидеть тут и болтать с тобой? Они мне не друзья. Никогда ими не были, а теперь и подавно. Ты летала с ними в космос. И жила с ними тысячу лет, пока не вернулась. Почему ты внезапно их предала? Все просто. Вот. Мой визор... Ты починила его. А значит, ты видела... Невероятные вещи. Чего ты добилась за пару десятков лет. Я прожила уже тысячу, а добилась куда меньшего. Прости, что влезла в твои дела. Но мне пришлось... Чтобы понять. Открыть глаза. Я правда вижу в тебе, Элизабет. Ее решимость, ответственность. Ее честность. Я смотрела и стыдилась за тех, с кем связалась. И я поняла, что должна помочь тебе. Но я хочу остановить твоих друзей. И я хочу. Прошу, сядь. Так-то лучше. Что ж, мы должны вернуть Бету и Гею любой ценой. Думаю, ты уже знаешь, что Джерард планирует перезагрузить биосферу Земли. И заново создать мир, который будет подходить только для нас, бессмертных. Этот процесс убьет все живое на планете. Он зовет это очисткой. Я остановлю его. И как только он и остальные исчезнут, мы воплотим мечту Элизабет в жизнь. Уверена, Бета рассказала, что на корабле есть копия базы данных Аполлона. Полное собрание знаний человечества. С Геей и этой базой мы осуществим желание Элизабет вылечить биосферу, обучить людей всего мира, помочь им. Создать мир ее мечты. Давай не будем торопиться. Твои друзья окажутся мне неуязвимыми. Прошу тебя, перестань звать их моими друзьями. И они уязвимы. На самом деле, твой друг придумал, как их победить. Сайленс. Да, он такой трудяга. Создал армию, способную сокрушить всю драгоценную базу Джерарда. Мятежники Регалны. Сейчас они готовятся к штурму столицы Тенакт. Победив, Регалла получит в распоряжение все племя. Сотни воинов и машин нападут на базу. Ее, конечно, обманули. Они все там сгинут. Но пробьют оборону Джерарда, чтобы дать Сайленсу убить его. И всех остальных. С помощью своего нового оружия. Да. Он придумал, как обходить наши щиты. Настоящий умница. Учел все и все. Кроме нас с тобой. Пока его армия будет в лоб штурмовать крепость Джерарда, мы с тобой проникнем в нее с тыла. Лишь мне известен этот вход. И пока Сайленс и мои друзья будут сражаться друг с другом, мы вернем Бету и Гею. Я говорила, что помогу тебе. Это правда. Мой старый визор. Как ты его нашла? И починила. Когда мы увидели тебя на полигоне Аида, Джерард счел тебя помехой, но я нет. Я увидела спасение. А после твоего побега... Кстати, изящного. Джерард и Эрик решили, что ты погибла. А я не поверила. Пока остальные были заняты, я вернулась в лабораторию и обыскала там все. Тогда я и нашла это сокровище. Починить было нелегко, но усилия окупились. Я увидела всю твою жизнь. Ты словно яркие краски на потертом хвосте. Как лис. Даже лучше. Ты показывала остальным? Конечно нет. Ты вдохновила меня на отказ. От старых принципов. Стоит упомянуть, что если бы я не нашла его и не увидела все это, я бы не стала спасать тебя в котле. Ты бы погибла. Поблагодарить тебя? Если хочешь. Ты знаешь обо мне все. А кто ты? Что ты хочешь узнать? Ну, начни с жизни на земле. Когда мне было восемь, террористы затопили город. Тысячи утонули, мои родители тоже. А я выжила в числе немногих. Опекун отправил меня в школу-интернат. Одноклассники не приняли меня. Я стала сиротой и изгоем. Итог событий, на которые я и повлиять не могла. Значит, мы похожи, да? Правда. И ты была изгоема. Но это не помешало тебе добиться желаемого. Как и мне. Я сумела преодолеть невзгоды и заработала состояние своим умом. Сперва был технический анализ картин и выявление подделок. Весьма прибыльное дело в те дни. Но потом выяснилось, что мои программы еще лучше подходят для контрразведки. Следующим шагом стал сбор и продажа чрезвычайно ценной информации. Ты стала шпионом? Точнее сказать, платным агентом по сбору данных. Разумеется, я всегда работала анонимно, чтобы защитить себя. Но дальнему Зениту все-таки удалось меня разыскать. Что случилось, когда Зенит пришел к тебе? Они нарисовали картину прекрасного будущего. Где не надо бояться болезней и смерти. Где мы путешествуем между звездами и процветаем. Лишь потом я осознала, что они собирались взять в это будущее лишь богатых и влиятельных. Но когда я это поняла, назад пути уже не было. Машины Фаро пожирали планету. Я приняла приглашение Дальнего Зенита и взошла на Одиссею. Я звала с собой Лис, но у нее были более благородные планы. И ты не знала, что Зенит и Чудовище пока не стало уже поздно? О некоторых я знала, конечно. Но пока мы не покинули планету, я не осознавала масштабов их жадности. Я была рада просто остаться в живых, а вот остальные были одержимы неким подобием вечного блаженства. Построили колонию, где машины исполняли все их желания, воспоминания и фантазии. Легко оживали в виртуальной реальности. Вечно. Это была не жизнь, а оттупляющий, бесконечный сон. Шли десятилетия, и я уставала от этого. Я вновь была одна. Но в этот раз могла вечно размышлять об ошибках. И лишь теперь с тобой я обрела второй шанс в жизни. Шанс на что? Помочь тебе, конечно. И воплотить мечту Лис, так похожую на изначальный план Дальнего Зенита. Создать лучшее будущее. Так Бетти пока ничего не грозит? Что Зениты делают с ней? Она следит за слиянием Гефеста и Геи. Это большой и долгий труд, как ты уже знаешь. Они могут быть с ней жесткими, но ее жизнь в безопасности. Она их единственный шанс. Ну да, вы всегда видели в ней лишь инструмент. Идея Джерарда не моя. Они с подозрением смотрели на то, как я проявляю к ней доброту в любой форме. Поэтому я создала виртуальный мир. Место, где мы могли свободно общаться. Об этом мире, вашем с Беттой, никто из Зенитов так и не узнал? Джерард считает себя самым умным из нас. Ни разу за тысячи лет он не допустил мысли, что его могут перехитрить. В виртуальном мире мы с Беттой могли общаться, не вызывая их подозрений. Там мы были самими собой. Но ты прекратила общение. Да. Хотя это было больно. Я очень беспокоилась, что наши встречи навредят ей. Она чувствовала себя брошенной. Я боялась, что другие накажут ее. Я не могла больше быть ей подругой, но я знала, что она в безопасности. Пусть это звучит жестоко, но поверь мне, я всегда заботилась о ее благополучии. Почему ваш мир был похож на твой дом? Я сделала этот дом надежным убежищем, укрытием. И для меня, и для шедевров, хранящихся в нем. Это уникальные культурные ценности. Одни из величайших достижений нашей цивилизации. Ты хотела, чтобы Бетта их увидела? Да. Ее с детства обучали лишь точным наукам. Я думала, что картины Вермеера и Рембрандта внесут в ее жизнь новые краски. Что она получит знания не менее ценные, чем вся вбитая в ее мозги наука. Жаль, что общение прекратилось. Но я рада, что поделилась с ней тем домом. Этот приют был ей нужнее, чем мне. Бетта сказала, что ваша колония уничтожена, и вы вернулись на Землю, потому что больше некуда. Это так. Когда мы прибыли на место, на планету в системе Сириуса, мы десятки лет строили новый дом. Земные ограничения, страх смерти исчезли. Подумать только, что мы могли создать там. Это могла быть утопия. Вместо этого мы погрязли в застое. В погоне за благами и виртуальным удовольствием. И очнуться мы смогли лишь после катастрофы. Что случилось? Опасная сейсмическая активность. Мы знали, что ядро нестабильно, но недооценили проблему. Мы опомнились, когда катастрофа была уже неминуема. Лишь немногие успели улететь. Мы взяли курс на Землю. Наш последний безопасный приют. В котором вы решили уничтожить все живое. Это Джерард. Не я. Он считал, что лучше начать все с чистого листа, а не исправлять. Без первобытных племен, без боевых машин. Лишь свежий холст, ждущий кисти художника. Но мы его остановим. Нам лишь нужно пробраться на базу. Как именно ты хочешь попасть на базу Зенита? Сделаем так, как я поступала еще в детстве. Используем запасной выход. Через проход на стыке постройки Джерарда и древнего фундамента. Только я могу там пройти. Когда Сайленс приведет армию на штурм, мы пройдем через него. Практически миновал Хойл. Все будут слишком заняты. А мы спасем Бету и Гею. Попав на базу, где нам искать Бету и Гею? Здесь, в центре управления. К тому времени Гея уже объединится со всеми вспомогательными функциями, включая Гефеста. А копия Аполлона с вашего корабля? Заберем ее, когда с остальным будет покончено. Тогда у нас будет все, чтобы сделать мир таким, каким он должен быть. Как ты узнала план Сайленса? Не он один умеет запускать Троян. Взломала его визор? Нет, он слишком осторожен. А вот его подчиненные... Не очень. Он раздал визоры своим воинам. Называет их сыны Прометея. Из них я узнала о том, что он успел сделать. Он обучил людей перехвату машин, вооружил повстанцев Тенакт и сговорился с Регалой напасть на базу Джерарда. Но как он придумал оружие, способное пробить ваши щиты? Это единственное, что мне не удалось узнать. Но он и правда это сделал. Его оружие сработает. С ним и с армией Тенакт ему кажется, что победа близка. Даже жаль его разочаровывать. Регалла желает лишь убить Хикару и начать войну с Карха. Зачем ей штурм крепости Зенитов? Цена, которую она должна заплатить. Без умения перехватывать машины, ее мятеж, просто захлебнулся бы. Значит, у нее сделка с сынами Прометея? Машины, чтобы одолеть Хикаро? В обмен на штурм базы Зенита. Гордыня мешает ей понять, что она не переживет эту битву. И она даже не знает, кому подчиняются сыны Прометея. Но при всей своей хитрости Сайленс тебя недооценивает. Именно это позволит нам увезти Бету и Гею прямо у него из-под носа. Пока сотни Тенакт будут гибнуть при штурме. Ты знала Элизабет? Какой она была? Лиз была. Ты обладаешь всеми ее чертами. И не только. Ты находчива, решительна. Ты человек совести. Ты смогла впитать ее лучшие качества и сделать их своими. Я спрашиваю не про себя. Расскажи про Элизабет. Какой она была? Если честно, на самом деле я не знаю. Все время, что мы знали друг друга, она всегда была отчасти закрытой. Так было с самого знакомства. Когда вы только встретились, она была какой? Какой? Сдержанной? Замкнутой? Да нет. Не сказала бы. В Париже, на конференции по машинному обучению, горячей тогда теме, власти как раз начали запрещать искусственный интеллект. Лиз там выступала с докладом. Она уже прославилась своей работой по автоматическому оздоровлению среды. Но в докладе она начала описывать следующий шаг. И и систему, управляемую не программой и алгоритмами, а собственными выводами, которые были сделаны из задачи. Забота о жизни, а не выполнение приказов. Просто с ума сойти. Я была потрясена. И уже давно хотела с ней познакомиться. Я наблюдала за ней после речи. Она говорила так увлечённо, проникновенно. А потом закрылась. Я чувствовала, что ей некомфортно в кругу почитателей. Как будто то выступление тяжело ей далось. Я не хотела навязываться, поэтому решила немного выждать. Как ты всё же сумела познакомиться с Элизабет? Я выбрала момент. Следующим утром она вернулась на конференцию. Только что выпила кофе. Была свежей, бодрой. Как будто готовилась к грядущему сражению с коллегами. Я предложила прогуляться. Задала вопрос о её речи, который казался мне умным. Её ответ показал, что умным он не был. Но она была дружелюбной. Как будто мы с ней были давно знакомы. И только в середине нашего разговора я поняла, что она знает, кто я такая. Я была в лёгком шоке. Я же торговала чужими секретами и делала всё, чтобы сохранить анонимность. Такова Лиза. Всегда на шаг впереди. Та прогулка предопределила всё наше общение. Она всегда знала меня лучше, чем я её. Кажется, я понимаю. Сначала я ору. Теперь Хикаро — это Накт. Твой план истребит целое племя. Должен быть другой путь. Ситуация у нас попросту отчаянная. И уверяю, другого пути нет. Вспомни новый рассвет. Жертву Элизабет. Иногда многие должны погибнуть ради жизни мира. Если выхода нет, ищи дальше. Стой. Ваш виртуальный мир. Он всё ещё существует? Открой мне его. И я поговорю с Беттой. Невозможно. Нас могут засечь. Риск окупится. Другой путь есть. И Тенакт смогут выжить. Но мы нет. Если нас... Хочешь помочь? Открой! Продолжение следует... Что они с ней делают? Она в виртуальной реальности. Для ручного слияния Геи с Гефестом нужно часами решать мелкие утомительные задачи. Чтобы подстегнуть, её погружают в симуляцию, усиливающую одиночество и отчаяние. Бетта, слышишь меня? Ты жива? Они следят за мной. Я не смогу долго держать эту проекцию. Ты должна была меня убить. Нет. Послушай. Я приду за тобой. Обещаю. Да. Но тебе придётся ещё потерпеть. И поработать над слиянием. Думаю, у нас получится. Я свяжусь с тобой позже. Продержишься? Раз не знаю, что ты спасёшь меня, я выдержу что угодно. Что ж, я выполнила просьбу. Может, расскажешь мне свой новый план? Я хочу распустить армию Сайленса. Они мне не нужны. Только оружие, пробивающее ваши щиты. И как ты предлагаешь это сделать? Вежливо попросишь? Без регалы и её мятежников у него не будет выбора. Только мы ему поможем. Поможем в чём? Что ты ей сказала? Это наш с сестрой секрет. Мы поможем Сайленсу напасть на ту базу. Остальное потом. А сейчас я должна кое-что сделать. Да? И что же? Похоронить друга. Потом использую блокиратор, который дала мне бета. И положу конец мятежу регалы. С воздуха. Стой. Раз уж ты твёрдо решила делать всё по-своему, я знаю, что поможет тебе разобраться с армией мятежных тенак. В древнем Титане Горе хранятся электромагнитные ячейки, входившие в его арсенал. Сбрось такую на армию регалы. Устроим сюрприз. Иди и делай, что должна. Встретимся в твоём лагере, если сможешь уговорить Сайленсу. Не если. Когда. Эрэнд, ты там? Элой! Элой, это правда ты? Да, это я. Где все остальные? Мы все вернулись в лагерь. Что случилось? Это проще рассказать при встрече. Я вернусь к вам, как смогу. Ладно. Будем ждать тебя. Приятно слышать твой голос, Элой. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров. Субтитрова субтитров А.Семкин.